Всем привет! Меня зовут Владислав Антипов. В сегодняшнем выпуске команда МИА-ТВ расскажет вам о стипендии Потанина, конференции развития города глазами студентов и кое-что еще. Стипендиальный фонд Потанина ежегодно предоставляет именные стипендии и гранты. О том, как их получить, в репортаже Алены Петровой. В 1998 году бизнесмен Владимир Потанин решил оказать финансовую поддержку студентам в городе Норильске. С этого и началась история стипендиальной программы Потанина. Мне нравится заниматься тем, что двигает нас вперед. Студенты, которым мы платим стипендию, они когда-нибудь, кто-нибудь из них обязательно станет лидером. И он сможет за собой потащить остальных. Вот в этом идея. Ежегодно студенты-магистры и молодые преподаватели со всей России участвуют в конкурсе на получение именной стипендии. В этом сезоне было подано почти 7 тысяч заявок, из которых только 1945 прошли во второй тур. Победителями стали 500 студентов, в том числе 4 из МИЭТа. О программе Потанина узнала на презентации. К нам приезжали представители и, в принципе, сотрудники нашего вуза рассказывали очень много. И студенты, которые в прошлом году пытались пройти, и те, кто прошли, они рассказывали очень много подробностей было. Испытать свои силы могли студенты любых направлений, как гуманитарных, так и технических. Отбор состоял из двух этапов – очного и заочного. На заочном требовалось просто написать какие-то данные о себе, объяснить, почему именно я достойна этой стипендии, рассказать о своей научной работе, о какой-то общественно полезной, волонтерской. Второй тур был очный, он проходил уже, соответственно, в Москве в МГИМО. Ну и, соответственно, там уже все проходило в формате какой-то деловой игры. Мы общались с другими ребятами, нас там тоже делили на команды, были различные задания. И все это было под общим названием «Город 2050». Сам по себе стипендиальный фонд направлен, я бы сказала, на несколько человеческих таких качеств. Первое – это, естественно, научная деятельность студента, то есть тот самый проект, который мы описывали, он должен быть реализован, он должен быть хорошо сделан. Они за этим следят, потому что все победители должны закрываться только на 4 и 5, все последующие сессии, иначе, собственно, стипендии не с этого слетят. А второе – это лидерские качества человека, то есть на что были, в принципе, направлены эти деловые игры. То есть студент должен быть не только зубрилкой, я бы сказала, но и человеком, который может впоследствии создать даже свою компанию и повести за собой людей. Кроме денежного плюса, я, во-первых, познакомилась с некоторыми очень интересными людьми, не только со студентами, но и с людьми, которые, в принципе, организовываются это мероприятие. Я бы сказала, что это очень полезное знакомство. Не бойтесь подавать заявку на стипендию и верьте в свои силы. Алена Петрова, Светлана Мурыгина, команда МИЭД-ТВ. 12 апреля состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Развитие города глазами студентов». В этом году были представлены две секции – развитие инфраструктуры города и дизайн в городской среде. Участвовали в конференции студенты первых-четвертых курсов. По окончании выступлений судьи распределили баллы и наградили победителей. Недавно в стенах нашего вуза проходил конкурс «Мисс МИЭД». Одним из состязаний для участниц стала интеллектуальная викторина. Справиться ли с каверзными вопросами студентами это выясняла Ольга Швец. Какое имя у Железной Леди? Леди. Фамилия Железная. Маргарет Этчер. Может ли Страус называть себя птицей? Он не умеет говорить. Нет, он не может говорить. Слава Богу. Да. Если ЛДЖ может себя называть птицей, почему Страус не может? Да. Ты видел говорящего Страуса? Нет. Страус не может себя называть птицей. Почему? Потому что Страус не говорит. Ты умнее некоторых студентов. Когда лошадь покупают, какая она? Новая. Чужая. Я помню. Мокрая. Это было на миске. Мокрая. Ой. Знаешь ведь. Купленая. Мокрая. Почему? Покупают. По? Покупают. Ты сидишь в самолете. Впереди тебя лошадь, а позади корова. Где ты сидишь? Между лошадью и коровой. В самолете. На карусели. На карусели. На карусели. В самолете. Наверное, я куда-то не сюда вошел. Мне должны были отвезти, наверное, загрузить вместе с багажом. Это карусель. А. Электричка едет со скоростью 70 километров в час. Угу. В какую сторону дует дым? В сторону, в которую сдует ветер. А это электричка. Значит, дым не дует. В противоположное движение электрички. Молодец. В противоположное? Молодец, Паша. Ух, ничего себе. Не зря в школе учился. Нет, нет, я не знаю. Но все правильно. Да? Да. Тихо. Какая мышь ходит на двух лапках? Крыса. Джерри. Микки Маус. Джерри. Ну ладно. А какая уточка ходит на двух лапках? Синька Пеппа. Уточка. Дональдак. Ну, вообще все уточки ходят. Ну да, логично. Ну, из мультиков, Сань. Рататуйя, я не знаю. Микки Маус. Микки Маус. А какая уточка ходит на двух лапках? Дональдак. Утик. Они все ходят. Все утки ходят, запомни. Все. Не живые, живые. Ана умная. Это все события на сегодня. Вы смотрели новости МИЭТ-ТВ. Выпуск для вас провел Владислав Антипов. Да наполним же диплом и водой растаявшего ангстрема. До свидания. Продолжение следует.